В связи со слабым здоровьем лидера нации, в Казахстане давно ведутся споры о том, кто же станет президентом после смерти Елбасы. Цинично, конечно, так рассуждать при живом-то человеке, но он и сам в этом отчасти виноват, узурпировав власть и став пожизненным президентом. При нем кормится из государственной кормушки тьма чиновников, их родственников и прочих проходимцев. Соответственно, необходимо заранее решить, кто будет всем верховодить после того, как отец народа отойдет в мир иной. Большинство экспертов указывает на то, что преемником, если такой термин можно использовать, станет Карим Масимов. Но он нужен Назарбаеву только как транзитный президент. Его функция — передать власть родственнику Елбасы. Лидер нации давно доверяет Масимову самое ценное — контроль над своими активами. Значит, ему можно доверять и временную власть. Вот только оправдает ли доверие своего босса Карим Кожемканович? Ведь многие из тех, кто когда-то ему доверился, впоследствии сильно пожалели об этом. И это неудивительно. Недавно были рассекречены некоторые архивы Комитета национальной безопасности Казахстана. В СМИ были опубликованы документы, которые рассказывают о том, каким образом взбирался к карьерным вершинам Карим Масимов. Давайте проследим путь к успеху Карима Кожемкановича и узнаем, как становятся президентами Казахстана. 1982 год. Кариму Масимову 17 лет. Он оканчивает десятилетку и поступает в высшую школу КГБ СССР имени Феликса Дзержинского. Именно этот шаг и определяет его судьбу. После призыва в армию он проходит срочную службу в войсках КГБ, где занимается радиошпионажем. По окончании службы Масимов планирует вернуться в школу КГБ на факультет контрразведки. 1985 год. Кариму Масимову 20 лет. Неожиданно он поступает не в высшую школу КГБ, а в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы на факультет экономики и права. При этом он остается осведомителем КГБ, ведь, как известно, бывших чекистов не бывает. Во время учебы Карим составляет секретные донесения для отдела по идеологической борьбе об обстановке в университете. 1988 год. Кариму Масимову 23 года. На поприще тайного информатора он в университете добивается заметных результатов, а потому его отправляют доучиваться в Китай, в родственные учебные заведения, а заодно и там приглядывать за идеологически неустойчивыми сокурсниками и преподавателями. 1991 год. Кариму Масимову 26 лет. Он получает самый настоящий китайский диплом, но ценный кадр, прекрасно проявивший себя на поприще сбора информации, оказывается весьма подходящим для работы в Китае. Его устраивают для прикрытия на работу советником торгового представительства СССР в КНР. И тут Советский Союз разваливается. 1992 год. Кариму Масимову 26 лет. Боссы из КГБ на время забывают о нем. Оставшись неудел после развала Союза, Карим тщетно пытается найти работу в Казахстане. Тогда он вспоминает о своих агентурных навыках и не без протекции коллег из России вербуется КНБ. На следующий день после празднования своего 27-летия, 16 июня 1992 года, он становится сексотом и получает агентурное прозвище Нурбану. Скоро ему находят и подходящую должность. 1992 год. Кариму Масимову 27 лет. Уже через два месяца после начала работы на КНБ он отправляется на службу в Китай. Теперь он не только чиновник-экономист, но и секретный осведомитель. Нурбану начинает регулярно предоставлять информацию о китайцах, с которыми контактирует, и составлять списки иностранцев, представляющих интерес для разведки Казахстана. 1994 год. Кариму Масимову 29 лет. Он становится руководителем совместного предприятия Министерства промышленности и торговли Казахстана и австрийской фирмы Нордекс. Нурбану отвечает за вывоз из Казахстана цветных и редкоземельных металлов. А Комитет национальной безопасности служит крышей для проведения массы сомнительных и убыточных для Казахстана сделок. Параллельно Масимов ищет иностранных партнеров и для коммерческих структур КНБ. 1995 год. Кариму Масимову 30 лет. Он возглавляет только что созданный АТФ-банк. Теперь он большой человек с деньгами и связями. Но чем выше агент Нурбану поднимается по карьерной лестнице, тем больше он боится разоблачения. Он начинает ограничивать взаимодействие с Комитетом национальной безопасности и просит снизить оперативную нагрузку. Спустя два года его личное дело передают в архив КНБ. 1997 год. Кариму Масимову 32 года. Он возглавляет Народный сберегательный банк Казахстана. 2000 год. Кариму Масимову 35 лет. Он уже министр транспорта и коммуникаций. В ноябре 2001-го вице-премьер, затем помощник президента и, наконец, премьер-министр. 2001 год. Кариму Масимову 36 лет. Начальник управления по городу Алма-Аты службы внешней разведки Дусейнов решил восстановить связь с архивным агентом Нурбану. Его личное дело подняли, агент Масимов Нурбану ожил и продолжил свою шпионскую работу. Этим грязным делом занимается Карим Кожемканович и сейчас, но неизвестно, в каких еще ведомствах есть личные дела агента Нурбану. Возможно, он связан с разными спецслужбами, в том числе иностранными. Так что если преемником Назарбаева станет Масимов, Казахстаном будет управлять президент под прикрытием. Есть серьезные подозрения, что Масимов тесно связан с китайскими спецслужбами и является их шпионом. Вот фотография, размещенная в социальной сети на странице Рахата Алиева. Кстати, Масимов по национальности уйгур. Ну и совсем простой вопрос. Можно ли даже на время доверить судьбу страны человеку, чья жизнь и карьера построены на лжи, лицемерии, доносах и обмане? Передача власти наследнику через Масимова – это только один из сценариев удержания власти семьей. Решающее слово, конечно, будет за Назарбаевым. Но если президентом выберут Масимова, это, скорее всего, будет означать, что Назарбаев решил передать власть Самату Абишу или своему единственному сыну. Напрямую никому из них пока невозможно уступить президентское кресло. Оба наследника еще не достигли возраста, необходимого для того, чтобы баллотироваться на должность главы государства. Какой бы сценарий Назарбаев ни выбрал, в любом случае он будет стремиться закрепить верховную власть Казахстана в руках своей семьи навечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...